Конфликт дня. Стюардесса аэрофлота создала напряженность в отношениях зловой Якутии Егором Борисовым, причем за рекордно короткое время. У нее был свой резон, когда Борисов, его жена и помощник пришли на посадку на рейс к Москва-Якутск. В соответствии с требованиями безопасности, федеральных и администрационных правил, я потребовала пассажиров при входе в самолет предъявить посадочные талоны. Далее, после того, как я услышала в адрес оскорбление и все-таки пассажиры предъявили посадочный талон, согласно инструкциям я доложила командиру о нарушении поведения пассажиров. В Сахар-Якутии ранее в телеграм-каналах появилась фотография документа, из которого следовало, что вылет рейса Москва-Якутск был задержан более чем на полтора часа из-за инцидента с главой республики Якутия. Тот якобы не подчинился законным требованиям экипажа, угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на дружеские отношения с министром транспорта России Максимом Соколовым, а также пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько. Когда пассажир Шигапов проник в кабину, это было вторым уже нарушением, покинул кабину, командир вынес решение о снятии его с рейса. В документе утверждается, что самого Борисова, подлинность личности, которого не была подтверждена, не сняли с рейса, благодаря МИД справке о том, что глава Якутии перенес хирургическую операцию в Москве и теперь ему нужна реабилитация. Шигапов это помощник главы Якутии. Другой помощник позже представил резоны, которые были у стороны Борисова. Данный инцидент произошел по причине того, что при прохождении паспортного контроля главе республики Егору Борисову и его супруги забыли передать посадочный талон на самолет. Впоследствии сотрудник аэропорта принес им их и также принес свои извинения главе республики. Мы считаем, что данный инцидент не стоит того, чтобы раздувать из него какой-то скандал, тем более искусственно поднимать какой-то общественный резонанс. Это вполне обычная штатная ситуация, которая может случиться с каждым пассажиром. В итоге супруги Борисовой вылетели в пункт назначения, а помощник остался на земле. Боевая ничья. На кадрах хорошо видно, что посадочные у этих трех пассажиров были все-таки при себе с самого начала этой истории. Егор Борисов прокомментировал ситуацию следующим образом. После регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессы и хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника. Случаи неподобающего поведения бортпроводников аэрофлота в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Борисов поручил правительству республики оценить действия экипажа и при необходимости подготовить исковое заявление. Позиции аэрофлота в аэрофлоте рассказали РИА Новости, что Борисов, его помощник Евгений Шагапов и еще одна пассажирка пришли на посадку последними с большим количеством пакетов дати-фри и ручной клади. Они категорически отказались предъявить бортпроводнику посадочные талоны, выражали крайние возмущения правилами авиакомпании, а также оскорбляли сотрудников и саму авиакомпанию, при этом показывали свое удостоверение. Кто-то критикует авиакомпанию, говоря, что стюардесса как робот, наплевать ей на нужды пассажиров, есть прописанный порядок, она исполняет, причем с таким видом, вы тут быдло. Другие наоборот на стороне аэрофлота, если бы подобный эпизод произошел на борту Air France, Люфтганза или Американской Дельта, вся компания была бы высаженной, уже никогда не смогла бы слетать этой авиакомпанией. Даже ругаться не стали бы, молча вызвали полицию и выдворили из самолета, есть и те, кто недоумевают, откуда у пассажиров внутреннего рейса пакеты дать и фрик. В аэрофлоте добавили, что располагает свидетельскими показаниями. Увезу тебя я-то умру, уведу седым снегам, белый шураю медвежа брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем и помчимся, на оленях утром раним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют северкрайним, ты увидишь он бескрайний, я тебе его дарю. Субтитры создавал DimaTorzok